Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это программа «Разворот», но как всегда мы по средам делаем такой специальный выпуск «Разворот» — это культурная среда. Для тех, кто любит классическую музыку, для тех, кто может быть только открывает для себя этот мир, мы даём такой путеводитель по самым ближайшим концертам, культурным мероприятиям, где будет звучать классическая музыка. И, как всегда, мы приглашаем в студию тех музыкантов, которые будут выступать перед вами на протяжении ближайшей от среды до среды недели. И сегодня в нашей студии Юрий Савкин — концертмейстер первых скрипок в Оркестре Латвийского оперного театра. Здравствуйте! Добрый день! И Ирина Валикжанина — виолончель, выпускница Московской консерватории, завкафедры и столовного отделения в Болдарейской музыкальной школе. Добрый день! Здравствуйте! Ну и я надеюсь на ваше, это я уже обращаюсь к слушателям, участие 67212, 93.967213, 93.9. Вы можете звонить, задавать вопросы, писать нам на WhatsApp номер 2-00-61-91. По традиции мы начинаем с программы, с афиши, тех концертов, которые в ближайшее время будут услаждать ваш слух. Будем надеяться вот так же на неформальное такое общение, на обсуждение этих концертов. И после этого поговорим, может быть, на уже такие отвлеченные абстрактные темы, которые связаны с классической музыкой. Итак, если говорить о сегодняшнем, то сегодня, по-моему, никаких концертов нет, но зато завтра, в четверг, 4 июля, в малом зале, концертного зала «Дзинтери» состоится совместный концерт пианиста Андрея Сокина и солистов оркестра «Виртуоза» Москвы. И в этом концерте также будет принимать участие наш латвийский вундеркинд, уже сейчас уже выросший вундеркинд, молодой скрипач Данил Булаев. И это программа, которую создавали именно с учетом акустики малого зала «Дзинтери». Вот на прошлой неделе Андрей Асокин был в этой студии, он много тоже рассказывал об этом предстоящем концерте. Но я думаю, что будет интересно узнать как раз таки то, что будет звучать музыка Асторо Пьецоллы и будет форельный квинтет Франца Шуберта, Луиджо Баккерини скрипичный квинтет и также будет возможность у наших слушателей вот именно услышать такой плод сотрудничества и «Виртуозы» Москвы прославленный оркестр, который уже 40 лет на сцене. И действительно это кажется невероятным. А вот может быть нашим гостям сразу же вопрос вот сколько может существовать? Вот каким образом такое долголетие? Вот сколько существует вообще оркестры если брать во всей истории музыки? Я так не задумывался срок жизни оркестра. Ну, в принципе тут это такой вопрос довольно скользкий в том плане, что оркестр может и быть и 10 лет и быть и 100 лет что называется и уже нести свои традиции в себе и так сказать в дальнейшее время. И здесь такого определенного цифрового конкретного ответа в общем-то в принципе нет. То есть даже я не знаю от чего это зависит от многих факторов. Ну, в случае в флозах я думаю зависит от руководителя во-первых маэстро Спиваков который его создавал и который до сих пор бессменный дирижер главный художественный руководитель. Ну, это да это в таком вот именном концерте где вот именной что называется руководитель когда вот случай Спиваков и в эпоху в нашу эпоху когда дирижеры меняются очень часто главный дирижер то есть этот оркестр не отображается и да в этом случае действительно это вот но ведь у каждого и конечно сопутствующие финансирования естественно конечно связи гастроли как это все но ведь состав оркестра ну а в тех же самых виртуозов он тоже обновлялся и какие-то музыканты уходили там был ну как бы период когда даже делят по такой хронологии вот есть старые виртуозы Москвы и затем уже вот это в новом составе ну безусловно ну кстати вот концерт который будет завтра будет участвовать контрбасист Григорий Ильич Ковалевский вот он как раз с момента основания то есть был вместе со Спиваковым и он как раз вот рассказывал в этой студии говорил как произошло их знакомство и вот вот как на глазах это все рождалось удивительно да согласна но ведь у каждого оркестра есть ну какое-то свое лицо своя ну своя как это своя репутация вот как это происходит можно ли провести аналогию например с театром где тоже вот есть ведь всегда художественный руководитель который определяет лицо театра его репертуар и очень часто бывает что вот театры основанные ну вот как современник или например ну какие-то театры где очень или например ну самый классический Марка Захарова конечно да 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 вот это вот ну театр Марка Захарова и сложно сказать что дальше будет с Ленкомом там через 20 условно говоря 30 лет насколько вот с уходом руководителя что-то меняется ну хотим мы или не хотим но меняется это действительно это все зависит от силы личности человека конечно который руководит этим всем но в принципе театр это все-таки другое машина это такая машина где задействованы многие детали которые создают вот это действие которое у нас есть возможность видеть в театре и поэтому даже вот приходя в театр люди они не могут этого не замечать это вот всей той закулистости которая происходит в самом театре но ощутить как бы сказать дух той контрастности очень просто просто выйти из зрительного зала и зайти в рабочее так сказать помещение где располагается где работают сами вот артисты работники это совершенно два разных мира я не знаю когда заходит вот это закулись и видеть вот это то что там происходит я говорю боже мой какой контраст какое различие на самом деле есть такое когда на сцену выходит и все это что происходит на сцене и дается публике это одно а вся работа это черная все эти шпинтики пунтики шпунтики все эти шестеренки это уже конечно вот та самая назовем ее бытовой стороной ну да но в целом есть оркестры которые очень прочно связаны с именем дирижера ну тут же с пиваков и тозы вернео и плетнев тоже как бы неразрывно но мне кажется все таки большинство оркестров они не так плотно связаны с именем главного дирижера могут меняться дирижеры безусловно как госоркестр например сколько он был связан с именем Светланова но постепенно он имен не Светланова но там другие процессы происходят и он все таки все же продолжает нести ну очень ну произошел еще переход времени когда раньше были главными главные дирижеры они в принципе находились до самого можно сказать если так сказать выразиться до конца и сейчас это время прошло и если раньше были короли царей то сейчас президенты а президенты как правило меняются единственное еще вот до недавнего времени еще был он и сейчас есть но уже не главный дирижер это в Вильнюсе филармагический психологический оркестр дом Остой Иозах как же Иозас вылетел мне фамилия и что он там получается он по-моему, мне кажется, был то ли 60 лет погулять. Как же так, я забудусь, что я знал. Ничего, сейчас. Йозас Коросос. Нет, 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 нет. Главный дирижер, он был раньше в Венесе, может не Йозас. Дамаркос. Дамаркос, конечно. Но он уже в таком вот настолько почтительном возрасте, что он просто сам уже почувствовал, что его нужно сойти с пульта. Но это единичные случаи, которые сейчас еще отголоски такого прошлого времени. Раньше это был Малер дирижер, Караян дирижер, его оркестр. И таких случаев полно. Это сканини. Можно перечислять и перечислять. Сейчас это уже качество такого подхода уже изменилось. Оно не то что изменилось, качество это изменилось, оно совершенно кардинально изменилось. Уже другое. Совершенная система подхода дирижера к оркестру и соответствующие, конечно, при этом, не знаю, хорошо ли это, плохо, но оркестр при этом уже начинает меняться в качестве. В том плане, что основные базовые остаются, самые базовые моменты, на которые строится оркестр, и его звучание, и его исполнение. Но вот такая как лично-столицевая часть оркестра уже начинает утрачиваться, к сожалению, при этом. Ну, просто, если вспомнить поколение, там, не знаю, дирижеров, там, 40-х, 50-х, 60-х годов, это, в принципе, всегда отмечали, что это, они вели себя вот как рок-звезды. То есть, они могли требовать красной ковровой дорожки, лимузином, то есть, ну, вот, они отличались иногда бывало что-то экстравагантным поведением, и, ну, вот, были... Ну, в те времена, то, что допускали к себе, так сказать, к себе дирижеры, сейчас это, конечно, недопустимо. Вот это вот диктаторство, которое тогда, в те времена, это было совершенно нормальным вещам, то есть, явлением, то сейчас это совершенно недопустимо. И это тоже играет свою роль, ну, там и профсоюзы, и все прочее, и даже... Которые оберегают музыкантов в оркестре, это важно. Да, это важно, это и есть такая некая обратная связь, тогда обратной связи не было, а обратной связи имеют все-таки очень большую роль. Она очень сложна, она действительно очень сложна, потому что конфликтуется между собой дирижер, скажем, и целый оркестр. Но, опять же, дирижер получает гадарар за весь оркестр, можно сказать, если судить по тому, что сказал Баренбойм в свое время. Ну, то есть, сейчас, как Вы вот сказали, вместо царя президент, то есть, функции, скажем, дирижера более ограничены? Да, в плане администрирования, например, он должен считаться основными вещами, прежде всего, ну, как администрации дирижеров, они идут на одну ногу. Ну, а все-таки есть еще и профсоюзы. То есть, с этим приходится считаться. И отсюда складывается тоже порядок проведения репетиции. Я просто вспоминаю сразу, как раз, вот мы, может быть, еще дойдем до сериала «Моцарт-джунгли». Там есть очень характерный момент, когда дирижер, новый дирижер приходит, увлеченно дирижирует, и вдруг, ну, вот кто-то говорит, все, у нас обеденный перерыв, достает там какие-то бутерброды. И он просто в негодовании говорит, как же так, мы сейчас вот на таком подъеме, говорит, все-все-все, у нас профсоюз, мы время обеда, это священное время, ни в коем случае нельзя. Ну, это можно, конечно, смеяться по этому поводу, но у нас именно так. Так это практически происходило какое-то время, когда вот был всплеск профсоюза, сейчас немножко это не умерилось, буквально, секунда-секунда, все, встаем. Некоторые дирижеры бесились, конечно, по этому поводу и заканчивали произведение за два такта до конца. Но они потом, наверное, тоже сориентировались в ситуации, да, и как-то прогнозировали. Ну, я думаю, что просто вот тогда вот в те времена, я ни в коем случае не хочу сказать, хорошо ли это или плохо, но тем не менее какая-то закономерность есть, когда после такой беззащитности музыкантов перед начальством, ну, грубо говоря, вдруг происходит волна профсоюза, который имеет свое противоставление этому всему. То, естественно, возникает вот такая немножко форсированная ситуация. Но, в принципе, то, что достает бутерброд, ну, конечно, может быть, не бутерброд, но сама суть, она не... не преувеличена, она не преувеличена. И что касается... Ну, что-то, какой-то мысль у меня там появилась, она отдувает, она исчезла, это такая летучая... Мы как раз, может быть, и сделаем сейчас небольшую тоже паузу. У нас вот как в хорошем профсоюзе тоже все регламентировано, и поэтому мы в нашей культурной среде делаем небольшой паузу на перерыв, после чего вернемся в студию, продолжим разговор, во-первых, разберем еще афишу, ну, и продолжим беседу о, может быть, закулисной стороне классической музыки Юрия Савкина и Ирины Валикжанина сегодня в нашей студии. Продолжается специальный выпуск разворота «Культурная среда», и мы тогда продолжим, наверное, с афишей. И 5 июля в Домском соборе Филипп Крузьер, музыкант из Канады, будет исполнять редко, вот как сказано, исполняемого в риге немецкого композитора Дитриха Бокстехуде, и также будут французские Сезар Франк, композиторы Ижан Аллен. И, может быть, да, ну, насколько, насколько получается, ну, вот незаслуженно иногда бывают, забываются произведения композитов, потому что не повезло попасть в обойму. Я просто где-то читал удивительную статистику, что есть 5 композиторов, произведения которых составляют 80% всех концертных программ, вот, ну, если брать, ну, может быть, Европы, там, ну, вот классических каких-то концертов, то есть это Бах, Бетховен, Чайковский, Моцарт и вот я… Вивальди, да. Наверное, Вивальди, да, 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 который, кстати, будет тоже в вашем исполнении звучать 12 июля Церкви Святой Гертруда. Вот насколько это проблема, ну, не то чтобы проблема, но действительно ведь иногда бывает обидно, когда незаслуженно забываются очень красивые произведения, просто, ну, потому что, потому что публика, может быть, ждет уже что-то такое, что она знает, к чему она привыкла. Ну, я думаю, в истории музыки это очень частый случай даже того же Вивальди, да, буквально он умер, и тут же его забыли, и не исполняли. Только через 200 лет нашли его манускрипты, и постепенно, то есть в 20 веке начали заново открывать эту музыку, и даже Иоганна Себастьяна Баха музыку тоже забыли, тоже только в 20 веке начали открывать. Поэтому сколько было забыто или еще пока заново не открыто, сложно себе представить, но, безусловно, есть какие-то композиторы такие, которые, ну, как мы их называем, может быть, не первого, да, ряда, но у них есть замечательные, гениальнейшие какие-то отдельные сочинения, которые заслуживают исполнения, и когда, ну, это работа исполнителя в том числе найти, распознать, представить публике, и, ну, сделать так, чтобы публика тоже это восприняла и слушала, может быть, потом. Не зря время все-таки отсеивает определенные, скажем, определенные произведения, того же Вивальди, он сам был скрипач и написал невероятное количество концертов для скрипки. Кстати, Больше двухсот, а в целом это... Трехсот, трехсот, даже больше трехсот. А в целом из этих трехсот выделяется только топ нескольких его концертов, которые повсеместно, по всему миру исполняются. И двойные, и тройные, и для четырех инструментов. Кстати, Вивальди – это первый композитор, который открыл такой концертный жанр, как соло-инструмент с оркестром. То есть, для него такого не было. Ну, он писал для учеников, которых преподавал тоже. То есть, тоже для них писал. То есть, эти концерты, вот, они отличались такой вот технической легкостью. И выиграет в детской музыкальной школе. И, конечно, бревена года – это уже немножко... Не то, что немножко, а это уже другой уровень. Да, ну, в принципе, и сам играл, и писал для них произведения. И это не только он, даже наш Петрис Плакидес. Опять же, он написал два произведения, маленькие такие, маленькие пьесы, танцы. Сверчков. Два танца Сверчков для своей дочки, которой училась Агата Плакидес. Которая училась в свое время на скрипке в детской музыкальной школе. Ну, и... А сейчас эти танцы играет Гедон Крамер, всемирно известный скрипач, знаменитый. Играет на бис. Вот эти танцы Плакидес. Вот, в Вивальде, вот, такая вот, какая-то вот параллель в этом есть. И, да, и из всех произведений, что написал Вивальди, и вот, например, вот, как раз вот в эпоху, когда он занимался педагогической деятельностью, вот, тогда при монастыре, вот, в Сиротском доме в Венеции, вот, написал огромное количество этих произведений. И вот, у нас, все-таки, вот, в 20-м году, вот, было такое счастье их опять обнаружить. Один музыковед, вот, как раз интересовался творчеством Вивальди и собирал оставшиеся где-то там, вот, у родственников или у композиторов, его современников, тогда, в те времена, как-то сохранившиеся. И вдруг, аукцион, аукцион рукописных партитур, вообще, общих партитур. И вот среди них, вот, как раз нашлись, вот, где-то более сотни произведений Вивальди. То есть, получается, это сто, ну, без малого, сто лет назад всего лишь. Сто лет назад, фактически сто лет назад. И вот так музыка заново завоевала. А в то время, да, когда он умер, она стала, ну, так и говорили, неактуальной, или как, бах тоже, да. То есть, развитие музыкальной мысли пошло дальше, и он уже был, ну, непопулярен, несовременен. Ну, удивительно, что потом он стал еще более, да, чем в жизни. Ну, какие-то гениальные, да, они все равно потом… Да, он же потом работал в Роме, в Риме, в Риме, и тогда он писал уже оперы, он уже не писал более, не сколько инструментальной музыки, сколько оперы ставил. И у него уже 40 оперы. Это только то, что доказано, в принципе, его авторство. В принципе, легенды гласят, что даже где-то 90 оперы, ну, только 40 могли доказать. И когда у него уже в конце как-то вот что-то сломалось, как-то вот дела не пошли, он привернулся в Венецию, а там он уже оказался не в топе интереса, и вот как-то вот оказался не удел. Вот уже при жизни, при жизни вот как-то вот охладился вот этот вот интерес к нему, что он подался в Австрию. Еще, поскольку его поклонник был, Карл, по-моему, какой-то там, 4-й, 5-й, не помню, 6-й, который преклонялся перед его музыкой, вот хотел найти у него защиту, а он взял и скончался. Это фактически его был последним ударом, его жизнь, поскольку через год скончался он сам. И похоронили на одном кладбище с Моцартом. Ну да, такая удивительная действительно судьба, которая срифмовала его. Ну вот 6 июля еще в концертном зале Центре в 19.30 выступит Денис Мацуев. Пока, по-моему, там даже, а, ну известно, что будет, конечно, музыка Рахманинова, будет Бетховен, Чайковский. Это, в принципе, тут, да, комментарии, я думаю, не излишни. И 6 же июля в Рое пройдет такой необычный интересный концерт. Это трио теноров Раймондс Брамани, Михаил Чульпаев и Юрис Визбулейс. Вот в связи с этим у меня вопрос к вам. Вот этот формат трио теноров, его, по-моему, ведь, если я не ошибаюсь, по Повороте... Да, по Повороте, Деменго и Кагарас, да, да. То есть это вот именно они как бы сделали его... Фактически сам импульс, само начало, конечно, идет от Повороте, Деменго и Кагарас. Конечно, это очень эффективно преподносится, вот такой вот формат. И наши исполнители, наши тенора, они очень блистательные в своем исполнительстве, в своем пении. И такой формат они понесут с блеском. Но в этом есть какой-то элемент, может быть, еще и именно артистизма, что здесь не просто исполнение, но и публика ждет, ну вот, какой-то, не знаю, элемент... Они очень здесь артистичны, и все втроем. Я даже не знаю, кто и более артистичен. И не только в пении, не только в выступлениях, а и вообще по жизни. Это великолепные ребята, великолепные люди с прекрасным чувством юмора, вот с ними общаться. Ну и в программе будут оперные арии и неаполитанские песни. Так что все, кто любит такого рода музыку, пожалуйста. 7 июля в Домском соборе будет выступать Лена Андрета Каунцема, музыка Иоганна Себастьяна Баха, Фернца Листа и Шарля Мария Ведора. А 10 июля в Малой гильзии, в фестивале старинной музыки, и будет очень обширная программа шедевра венецианского барокко. И среди участников Дмитрий Синьковский, скрипач Илзе Груделая и Эва Салли. Это на клавесине. Может быть, вот несколько слов об этом концерте, поскольку вообще фестиваль старинной музыки, он захватывает и Рундальский замок, там отдельная будет программа. Это каждый год такое театрализованное практически представление, когда можно приехать и там специально встречают в париках, в платьях старинных. Уже при входе создается такая атмосфера необычного, как будто бы путешествия на машине времени. Можно, если согласовать программу, там сразу несколько концертов за один день, можно приехать, побывать на нескольких концертах, можно и пообедать спокойно, прогуляться по саду, осмотреть сам Рундальский замок. То есть это тоже очень интересное мероприятие. Но вот фестиваль старинной музыки проходит не только там, в Рундале, но и в Риге, и в Малой гильзии Дмитрий Синьковский и другие участники. Ну да, Дмитрий Синьковский – это довольно известный российский скрипач. Он исполняет в барочной манере музыку, естественно, и в блоке барокко. И его концерты всегда очень яркие. Вот буквально недавно я была на концерте в новом зале в «Московском заряде», где он со своим оркестром и замечательным сопрано, Юлией Лежневой, они давали концерт, но это было феерично. Семь, по-моему, бесов они спели, настолько публика просто безумно любит их и ждут их концерты, и транслируются они по телевидению. Вот, Илза Грудлэ, Вилончель, я у нее даже как-то была в таком формате мастер-классов, очень интересно, она в Базале преподает. Безусловно, поддержит Дмитрия вот именно в таких барочной музыке. Я думаю, она очень специалист большой, поэтому будет интересно, безусловно. Ну, и акустика Малой Гильдии способствует этому, там тоже довольно такая атмосфера. Да, и антураж. Антураж, да, да, именно. И акустический, как зал выглядит, с витражами, это все способствует восприятию этой музыки. Так что очень рекомендую, да. Ну, и 12 июля в церкви Святой Гертруды, как раз-таки вот наши сегодняшние гости, Елисавкина, Ирина Валикжанина. Что это будет за концерт, что будет в программе? Будет в Вивальзе. То, что, да, мы повторяем эту программу уже довольно успешно, мы ее играли, играем не первый раз, и в церкви Павла, и в церкви Яна. Тут будет совершенно новая акустика, новый орган, мы будем играть в церкви Гертруды, с нами будет наша потрясающая органистка Елена Привалова и Эпштейн. Надо сказать, что мы делали эти переложения сами, то есть в оригинале эти, прозвучат времена года. Фактически мы втроем начали играть, именно вот как раз-таки начали играть. Да, на нем сыгрались. Да, это у нас, в принципе, первые полтора года назад, чуть-чуть побольше, чем полтора года назад, вот мы тогда первый раз начали песни музицировать. Вот как раз с зимы, сначала была зима, а потом я выучил все остальное. Потом еще добавили двойной концерт, особняком стоящего творчества, музыка такая яркая. Как подобает Вивальди, с воздушностью, и все удары наверх, что называется. Орган, я понимаю, заменяет оркестр. Оркестр, да, и у нас в нашей трактовке там действительно нет такого слепого исполнения, как аккомпанирующего, так вот, чисто по нотам. То есть мы даем в некоторых местах функцию оркестр, где играет один орган, все сольные приведения. Ну, благодаря регистрам просто нужно, например, во времена года очень много эффектов, да, которые рисуют конкретные картины. Например, эффект птичек, пения птиц на органе звучит потрясающе. Ну, вот в органах есть такое свойство искусственных абертонов, которые дают некоторую специфическую остроту на высоких нотах. И вот эти вот птички как раз из-за этого получаются. То есть не просто какое-то вот звучание флейта или звучание гобой, или звучание, опять же, название флейта, гобой. Довольно красочные. А вот эти вот, что характерно для инструментов барочных, вот это множество этих искусственных абертонов, которые дают вот этот вот окрас. Ну, конечно, гертоны – это более романтический инструмент, который тоже, в общем-то, богат регистрами сольными. И вот эти краски, они вот подчеркиваются. И когда мы играли в церкви Яне, мало того, что это была краска, издающаяся от органа, а там есть еще такой маленький органчик сбоку. Он считается как позитив, определенная клавиатура, то есть четвертая клавиатура, как раз регистр дается на этот маленький органчик. И вот когда звук идет прямо от органа или, например, где-то сбоку. Птички. Эффект, да. Это, конечно, эффект потрясающий вот такой, стереофонический. Ну, в этой церкви будет иначе, так что те, кто, может быть, были в Яне или в Павло, приглашаем, потому что звучать будет по-другому, так как другой орган. Скажу честно, для меня это загадка. Я ни разу не играл в старой церкви у Гертруды. Ни разу. То есть ни один концерт я там... Был один раз, но это совершенно по-другому поводу. И там просто нужно было пару менять его, сыграть и все на этом. А насколько действительно меняет звучание зал, вот где исполняется произведение или помещение само? Ну, в принципе, у всех церкви акустика хорошая. В принципе, там ничего искусственно, не нужно как-то добавлять, выжимать как-то из инструмента, что-то такое. То есть акустика помогает инструменту, струнами инструмента доносить звучание. Единственное, что соотношение наших сторон... Баланс. Да, баланс органов. То есть само субъективное восприятие этого баланса, оно разное. Вот как в Павла, например, в церкви Яне, то есть у Иоанна, или Яне Базницы, как можно сказать. Вот как это будет в старой Гертруде, я не знаю. И вот это соотношение, да, если знать вот эти соотношения чисто прагматически, то звучание, в принципе, будет такое же, только зависит, конечно, от самого органа. Да, потому что каждый инструмент, он же уникален и имеет свое звучание, и поэтому все это вместе, и акустика, я думаю, плотно связана именно со самим инструментом органом. И как наш тоже звук, вот скажем, в Яне намного дальше летит, чем в Павла, немножко иначе. Мы в Павла вот замеряли, что если играешь внизу, то даже как-то похуже звучит, чем когда мы струны наверху, да, так интересно. То есть очень многое зависит от расположения. Да, конечно, да. Ну, это целая наука, ну, в церкви это отдельная такая история, но концертные залы это безумие. Вот в концертных залах наверняка ведь у многих будет вопрос, как рассаживаются музыканты. У нас много буквально еще просто пару минут для такого ликбеза. Вот, ну, случайным ли образом, ну, то есть получается, что кто сел, кто пришел, там, на какое место ближе, или как эта система строится, расположение музыкантов на сцене? В оркестре? Да, в оркестре. Есть закрепленные за каждым местом, безусловно, в оркестре пульты. За каждым пультом по два человека это струнники, и у духовика каждого свой пульт. Это куда ставятся ноты, да? И чем ближе к дирижеру струнники, тем как бы они главнее, скажем так. В принципе, эта традиция еще со времен Гайдена. В принципе, он основал вот такую вот традицию симфонического оркестра в таком виде, который даже доносится и до нас. Ну да, концертные мистеры сидят около дирижера, и дальше лучами уже расходятся. Группа. Чем ближе к дирижеру... Тем главнее. Тем выше статус. Да. Ну так оно получается. Ну и духовики сидят в ряб, в линию, у них тоже по голосам, то есть один, два, как минимум два представителя каждого инструмента, и один из них солист, а второй помощник. Концертмейстер, он также считается концертмейстером, свои группы, но там просто терминология другая чуть-чуть, это самое концертмейстер, первый, второй, регуляторный. Вообще, если интересно, да. Это регулирует интонационные особенности. Вот эту всю кухню оркестровую, мы можем рекомендовать книгу Зисману, путеводитель по оркестру, его за дворком, там очень хорошо, про каждую группу, про каждый инструмент, даже будет хоть про личность. Он сам был поезд на пенсию, и вот решил издать такую вот книгу. Может быть, еще раз вот автора ее назвать. Да, Зисман, Владимир Зисман, путеводитель по оркестру, его за дворком. То есть небольшая книга, но такая, да. Рекомендуем. На каждой странице можно просто смеяться от души. Кому пожимает руку дирижер, когда выходит на сцену, и почему? Ну, в основном концертмейстер, оркестр, концертмейстер, оркестр, это первая скрипка оркестра, и правая рука дирижера, то есть фактически помощник, хоть он и расположен по его руке, но тем не менее считается правой рукой. Ну, раньше дирижер был лицом к зрителям, поэтому было справа. Да, 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 так получается. Исторически потом уже. Да, исторически, да, повернулось. Это уже, когда дирижер стал уже самостоятельным, более, так сказать, как... Ну, вопрос, зачем, пожалуйста. Ну, да, ну, в принципе, это как приветствие, это традиция, что называется, приветствие, когда выходит дирижер, пожимает руку, так же, как и с солистом. Ну, и солисты тоже, солисты тоже, ведь, например, когда они сыграли, и перед этим, и после этого они пожимают цветмейстер в руку. Спасибо. Сначала здравствуйте, потом спасибо. Ну, что же, спасибо, уже теперь говорю я вам. 12 июля в церкви Святой Гертруды приходите. Юрий Савкин, Ирина Валикжанина, Елена Привалова, Эпштейн, в Вивальде времена года. Ну, а действительно... Начало в 7 часов. В 7 часов. В 7 часов, да. Приходите. 12 июля. Да, очень ждем. В старой церкви Гертруды, в старой церкви. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. До свидания. Продолжение следует...